друзья всех с новым годом вчера я посмотрел очень много как бы комментариев под моим видео и там как бы такие интересные были комментарии что допустим машина простояла два-три дня и человек ее не смог завести как бы особенно горит что на гибридных автомобилях у меня автомобиль простоял 4 дня я с 31 числа его не заводил сегодня уже четвертое число и хочу попробовать как это будет правда или нет просто мне самому интересно стало и хотел бы поделиться с вами давайте сейчас посмотрим как это все будет так сейчас я подхожу к автомобилю посмотрим заведется ли автомобиль гибрид после четырех дней простое я залез в автомобиль и давайте я буду запускать посмотрим как видим автомобиль завелся слышим что двигатель тоже работает так что блин автомобиль даже я считаю что неделю простоит без запуска и он заведется без проблем и так друзья еще хотел я добавить если вдруг у вас аккумулятор сел я сейчас в данное в данное время говорю про гибрид автомобиль toyota rav4 гибрид да ребята я еще раз подчеркиваю что я говорю сейчас гибрид если у вас аккумулятор сел как вы знаете что у вас аккумулятор находится задней части машины но вы можете подкурить автомобиль также и спереди где вы можете найти плюс плюс находится вот здесь где у нас все предохранители просто напросто эту крышку вы снимаете здесь у нас находится предохранители и вот ребят вот это вот крышечка как видим да здесь нарисован плюс вы просто напросто и и тяните вверх открываете и сюда кидайте клемму плюсовую и куда-нибудь массу на кузов и запускаете автомобиль вот ребят я считаю что для владельцев гибридов как бы тоже это полезно знать итак ребята давайте подведем итоги да я такое видео назовут это разрушитель мифов у так вот так как вы сейчас видели я вышел с дома сегодня 4 января мой автомобиль простоял вот ровно четыре дня я его не за не заводил не запускал никуда не сделал он просто простоял тупо на стоянке на улице я сегодня вышел без проблем завел так что блин ребят я не знаю кажется павел это как бы идет вам вопрос скорее всего у вас какая-то проблема с вашим автомобилем так как вы видели сейчас видео что я без проблем подошел к машине нажал на кнопочку и автомобиль без каких-то всяких проблем запустился вот так что ребята автомобиль он будет четыре дня стоять неделю думаю будет стоять даже две недели просто я думаю что он заведется если у вас никаких нету проблем с электроникой вот а вам павел я посоветую съездить на автостанцию toyota и где или где вы устанавливали свою сигнализацию как уже ребята писали вам или скорее всего может у вас действительно вот какой у вас датчик стоит от мэдера от от куницы может он где-то что-то замыкает вот у такие вот как бы проблемы я думаю что с вашим автомобилем так как у меня тоже предыдущий автомобиль был бмв е39 у меня тоже такая же проблема была если я не пользуюсь автомобилем два-три дня я на утро встаю и не могу его завести потому что у меня аккумулятор в ноль но слава богу я нашел как бы причину причина была допустим вот у них болезнь в бмв от багажник у меня был универсал и вот именно там где идут эти шарниры где закрывается багажник у меня там как раз проходят провода идут салон понимаете и у меня там был обрыв и вот этот обрыв он замыкал и постоянно он как бы найти вот коротила и вот этот сигнал сигнализация то ли срабатывала то ли чё и вот она мне посадила полностью батарею она бывает даже за сутки бывало садила так что скорее всего павел у вас какая-то проблема с автомобилем с электроникой съездите на станцию и обязательно исправьте эту причину и у вас будет автомобиль утром так же как и у нас он моих подписчиков кто ездит на тойоте думаю что не знают этой проблемы все ребят всем большое спасибо за просмотр что досмотрели меня до конца не забываем ставьте лайки ну и кто еще не подписался на мой канал тоже подписываемся и ставим и нажимаем на колокольчик чтоб не пропустить мои следующие видео всех с новым годом всем пока пока